Добрый день, уважаемые коллеги, это обзоры на подкомпании Тикмил и сами я, Артур и Зятудин. Решительные меры со стороны Федеральной резервной системы по стабилизации и смягчению кредитных условий в США и сравнительно меньшая агрессия со стороны других крупных центральных банков укрепляет сейчас положение доллара как основной валюты фондирования, т.е. той валюты, которая лежит в основе потоков капитала в рисковые активы. Это значит, что будет увеличиваться отрицательная корреляция американской валюты с доходными активами, т.е. когда доходные активы будут расти, т.е. будет наблюдаться оптимизм часто на фондовом рынке, то американская валюта будет снижаться. Причем это касается фондовых активов не только в США. Устойчивость недавнего роста доходных активов зависит от того, как разрешится неопределенность, связанная с частичным снятием и продлением карантина в ключевых регионах, таких как Европа и США. Кривая заболеваемость новым коронавирусом в этих регионах, как сейчас представляется, вошла в фазу платон, поэтому дальнейший оптимизм будет функцией о снижении новых и активных случаев заболевания. Второй показатель, т.е. активные случаи, вычисляется как разность между общим числом заболевших и суммой выздоровевших и жертв, и характеризует нагрузку на службы здравоохранения в стране. Из экономических отчетов по США следует обратить внимание на продажу новых домов, заказы на товары длительного пользования. Показатель потребительского доверия за апрель, конечно же, первостепенный для нынешней ситуации показатель – это первоначальные заявки на пособие по безработице. Выход этих данных намечен на 23 апреля. Как ожидается, первичные заявки на пособие безработицы вырастут на 4,5 млн. Предыдущий показатель составлял примерно 5,3 млн. Сейчас на рынке сформировались ожидания, что пик на пользу безработных в США пройден, число новых падет на спад. При этом положительный сюрприз с большой вероятностью усилит спрос на риск и активы, то есть, если заявки на пособие по безработице первичного качества меньше, чем прогнозировалось, это усилит спрос на рисковые активы и, соответственно, снизит спрос на долг, как мы это уже обсудили. Негативный сюрприз при этом не сильно испортит настроение из-за гарантий поддержки со стороны правительства США и со стороны ФРЭС в виде мягких условий. Что касается европейской валюты, евро, как и долговые рынки еврозоны, сейчас преследуют страхи кризиса суверенного долга. Одной из наименее устойчивых в плане государственных финансов, но одной из самых важных стран долга сейчас является Италия, которая может сейчас пользоваться неявной поддержкой со стороны ЕЦБ. Если мы сейчас посмотрим на то, как изменяется доходность по итальянскому долгу, то видно, что несмотря на проблему, несмотря на недостаток фискальной дисциплины в Италии, доходность сейчас удерживается непонятно кем, рынком или каким-то другим агентом. В частности, подозревается, что это делает ЕЦБ. Видно, что доходность удерживается ниже, практически на 2%. Поэтому сейчас в фокусе саммит лидеров ЕС, который состоится в четверг, по результатам которого будет ясно, как слабые и сильные члены блока готовы объединить усилия, прежде всего финансовые, чтобы помочь экономике еврозоны. Недавние переговоры о выпуске совместного единого долга против тех самых коронабандов они провалились. Поэтому, собственно, сейчас фокус и некоторая неопределенность остается по поводу саммита ЕС, который пойдет в четверг, в котором лидеры стран должны предоставить какой-то новый фонд или какой-то кредитный механизм или какую-то поддержку фискальную общую, которая будет направлена на помощь экономике еврозоны. Негативным сюрпризом для евро будет отказ от итальянского правительства принимать стабилизационную кредитную линию ЕС, собственно, которая была предложена Италии, чтобы выправить дела с государственными финансами, или понижение кредитного рейтинга Италии. Обновленный кредитный рейтинг опыта СМИ 500 выйдет в пятницу сейчас. Кредитный рейтинг Италии, итальянского долга находится на уровне BBB. Дальше, если мы говорим о дальнейшем понижении, то это уже идет спекулятивный рейтинг спекулятивных обандов. Сигналы о сдерживании итальянского кризиса на этой неделе должны будут повысить привлекательность покупок евро на доллар. Поэтому внимательно следим за данными, за результатами саммита европейских лидеров, чтобы понять, можно ли закладывать в цену евро ослабление страха в опасении по поводу европейского кризиса. Что касается фунта серлинга, как и в других странах, твердая статистика и опросные показатели Великобритании за март могут оказываться хуже прогнозов, но так как это сейчас глобальный тренд, мы видим, что по всем странам у нас экономические данные, экономические показатели ухудшаются. В конкретном случае в Великобритании ухудшение данных, если они даже не оправдают прогноз, вряд ли это окажется конкретным призывом к продаже британской валюты. Пока пара фунт-доллар серлинг будет находиться под влиянием ожиданий по американской валюте, перспективы прогноз, по которым мы уже рассмотрели с вами немного раньше. Тем не менее, по паре евро фунт-серлинг, как ожидается, проявится слабость евро из-за того, что намечены переговоры по совместному финансированию, по совместному решению экономических проблем со стороны стран еврозоны. При этом на этом фоне, на фоне этих предстоящих данных, британская валюта выглядит более стабильной, более устойчивой. Поэтому, если странам есть не удастся достичь компромисса, можно будет ожидать, что пара евро фунт продолжит свое снижение. На сегодня все. Спасибо за внимание. Увидимся в среду. Субтитры создавал DimaTorzok